Друзья, здравствуйте! Подъехали мы к подножию этого замечательного замка. И сейчас покажу парковочные места. Например, здесь есть всегда, несмотря на то, что парковка всегда здесь перегружена, здесь есть фактически огромная территория леса, на которую все боятся ставить машины вот по этой причине. Потому что здесь в свое время работал вулкан и работал ледник. И все, конечно же, думают, что вот тут машину ставить нежелательно. Однако этим камням, которые за моей спиной, не одна сотня лет. Не бойтесь этого. Смело ставьте машину. Никогда здесь ничего подобного не случалось. И сейчас, собственно говоря, покажу дорожку к замку. А дорожка к замку, она с таким ореолом мистики, с таким романтическим по текстам сказки. Слышите скрип деревьев? Надеюсь, он вам слышен. До мгновения ветерка виден город с высоты и виден океан. Идем. Вот я советую именно идти пешком к этому замку, потому что дорога принесет большему кайфу, чем посещение самого замка. Но вот обратите внимание, как я буду идти сейчас через эти валуны. Разумеется, я иду по серпантинному наклону и с каждым витком я поднимаюсь вон на ту верхушку. Поскольку сам замок, он такой готический развальный представляет, поэтому именно природа, которая здесь есть, она необычная. В принципе, мне понадобится только хорошие кроссовки и запаститесь водичкой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 для пополнения водных ресурсов и сейчас мы зайдем в еще один который являлся основным центральным водоносной жилой этого замка заходим внутрь я фактически нахожусь на дне этого резервуара и даже здесь сегодня вода идеально чистой здесь мы можем видеть как подогнут блок блоку отделка и клеевая составляющая была глина поэтому вода осталась вот такой чистый и никогда отсюда не уходила и если мы посмотрим на верхнюю часть свода то вот фактически то место куда сводили все каналы при сборе дождевой воды а этого резервуара могло хватить довольно надолго и для кормления скота и для пищи и еще для многих многих нужд то есть объем воды здесь действительно несколько тонн еще одни резервуары которые находятся не под куполом и выглядят они вот в такой естественной форме порода очень тяжелая и можно представить себе чем только были выдолблены эти необходимые ниши а вот верха этих резервуаров сейчас они обыграны таким образом разумеется в оригинале они выглядели не совсем так потому что находились в более низшей точке как можем видеть замка и вся вода раньше стекала из суда плавно мы поднялись на такой сторожевой редут и мы помним что это замок постоянно переходил из рук в руки то его захватывали крестьяне то мусульмане и 900 лет он был вот таким интересным сейчас же здесь развиваются и мусульманские флаги и христианские все-таки мир худой мир лучше самой хорошей войны сейчас мы находимся на самой высокой точке это сторожевой редут вот так выглядела башенка с которой велось на блог людей не за кругом только посмотрите какой обзор со строжевой башни здесь действительно просматривается весь лиссабон до самого океана и вашему взору ничего не ускользнет ну надо сказать особое ощущение когда гуляешь вот по всей этого бастионной стене она очень узкая для прохода одного человека и здесь постоянно с кем-то разминаться но с одной стороны у вас вот такой шикарный вид с другой стороны у вас такой шикарный вид и впереди бесконечная охранная стена всю дорогу нам придется двигаться вот по такой замечательной тропе и это действительно прекрасно смотрите обратите внимание за моей спиной развиваются им флаги мусульманского ордена и христианского и люди которые здесь они всех вероисповеданий всех национальности и конфессии это очень хорошо когда люди находят единство и гуляют по такому замку и у них одна история я нахожусь в самой финальной точке и вот выше этого но ничего не существует при собой и сейчас смотрим на саму стену замков мавров как она выглядит и собственно говоря на весь сабон вот она финальная . здесь флаги последних правителей что интересно чуток над нами выше все-таки расположен замок пены в который мы были в предыдущих видеороликах и о нем также все снимали вот он красавец на этот замок и это два величайших замка которые входят в топ самых посещаемых замка в португалии так что если вы были на этих двух замках можете смело сказать что вы были в португалии соответственно если не были в этих двух замках можете сказать что вы не были в португалии дальше вид на океан и можем видеть обзорную точку она действительно великолепна интересная вот такая кроватка то есть охрана сидела вот в этом месте и спокойненько надзирала за всем наверху стояли сторожевые ребята которые охраняли этот маленький форпост здесь все сделано по человека роста метод 67 и более того так ну что на этом наша экскурсия к замку мавров заканчивается место однозначно рекомендовано для посещения но здесь больше такой фитофлора тур очень хороший и очень высокий эмоциональный тур то есть поднявшись на такую мини-гору ты действительно чувствуешь себя если не путешественником то скалолазом точно комфортно для детей в любом возрасте и точно также комфортно для семейного тура абсолютно безопасное место даже с грудными ребятами и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...